Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я, Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Паралимпийцы. Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гутмана. Он преодолел вековые стереотипы по отношению к людям с физическими недостатками. Гутман в 1948 году, когда в Лондоне проходила Олимпиада, провел первые соревнования для колясочников и на практике доказал, что спорт создает для инвалидов условия для успешной жизни, восстанавливает психическое равновесие и укрепляет физическую силу. Согласны ли с этим утверждением англичанина самарские паралимпийцы? Мастеру спорта расскажут Татьяна Герлингер, руководитель спортивного сектора Кировского районного общества инвалидов городского круга Самара и Наталья Далекова, заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, бронзовый призер паралимпийских игр 2008 года в Пекине, Китай. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы ведете работу, чтобы привлечь больше людей? То есть кто сейчас больше? Молодежь, дети, взрослые? Кто больше приходит в паралимпийское движение? Трудно сказать, кого больше. Во-первых, я как бы тоже уже довольно давно, с 2002-2003 года, вот влилась в спортивную сначала группу, команду, потом постепенно я стала представителем команды, потом руководителем команды и собирать спортсменов. Поначалу мне предоставляли команду, вот, но поскольку городские, областные соревнования уже видишь везде спортсменов, с ними знакомишься и уже кого-то ты видишь, кто более сильный, ты уже привлекаешь, стараешься их не терять и стараешься привлекать вот непосредственно к соревнованиям. Ну, мне вот в этом плане, наверное, везло. Какие виды спорта в Кировском районе самые популярные? Я еще и тренер по месту жительства, то у нас мы представляем настольные игры мира. Поподробнее вот на этом. Это малоизвестные игры, мы их получали с 2012 года, они начали вот свое развитие. Это шафлборд, джакалы, ноус, кульбута, палет англайс, такие названия, которые мало кто знает. Да, трудновыговариваемые, а по-русски объясните, что это? Это как бы игры на доске, в основном такие вот шафлбордыград, там, где дается 8 шайб, цифровая зона, доска 2 метра, и вы должны, вот, опять же, движением руки рассчитать силу удара, силу толчка, обязательно, чтобы не ударил с шайба противоположный борт, попал в цифровую зону. Это вот одна из игр. Ну, это, получается, типа керлинга? Это да. Она, кстати, есть даже, не то, что понятие, а сама эта игра представляет три игры в одной. Там и керлинг, там и боулинг можно играть, и плюс вот этот шафлборд. Можно играть одному спортсмену, можно играть вдвоем соревноваться. Очень интересно, очень увлекательно. Я так понимаю, и потенциальные паралимпийцы есть, и результат, и тренеры, а вот материальная, техническая база, как с этим обстоят дела? Есть где тренироваться, где вам стрелять, где играть вот в эти уникальные настольные игры и по другим видам спорта заниматься? Ну, уникальные настольные игры в основном у нас находятся, в областном обществе инвалидов есть. И у нас областная общественная организация, всероссийское общество, конечно, поставило их на высокий уровень. Уже по области многие районы оснащены тоже этими настольными играми, все тренируются. А по остальным видам, конечно, сложнее, хотя у нас есть ШВСМ, школа высшего спортивного мастерства, где готовят тоже спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Допустим, в первой школе там дзюдо для пода и футбол для глухонемых. Вот, вторая школа там велоспорт хорошо развит и, да, и все. Пятая школа это стрельба, школа также высшего спортивного мастерства. В четвертой школе так дзюдо и греко-римская борьба и футбол для глухонемых. Вот, ну, как бы вот плавать у нас очень многие хотят, в бассейн ходить, но это уже проблема. Примема, да, по теннису. Вот у нас, опять же, мы хорошо нашли второй год. Кировский район заключает договор с Центром детского творчества «Ирбис». Вот, нам дают там в прошлом году три дня мы могли заниматься по два часа. В этом году дали только один день пятница, три часа. Но, тем не менее, наши довольны, могут заниматься, ходить в настольном теннисе, тренироваться, повышать свой, опять же, уровень. У нас чаще всего вот все-таки спортсмены-универсалы. У нас многие, вот как Наташа Валаева, Наташа Далекова, у нас вот они, допустим, Атаманов Алексей. Они участвуют во всех спартакиадах и в международных соревнованиях по пулевой стрельбе. И плюс еще они и на соревнованиях закрывают по нескольку видов. Это и настольный теннис, и шашки, и дартс, и плавание она может закрыть. Вот Наташа Валаева, она, я считаю, и стреляет очень хорошо. Она еще и спортсменка по стрельбе. И плюс на спартакиадах также она принимает участие во всех видах. И очень часто она бывает в призерах по всем этим видам. Расскажите, как вам удается тогда и стрелять профессионально, и плюс еще участвовать для, так скажем, зачетов для своей команды, выступать в других соревнованиях. Ну, во-первых, районные и областные соревнования для меня, они играют как бы тоже главную роль, потому что мы все общаемся, мы все вместе. То есть целый год не видимся, а тут как бы такое событие, то есть соревнование, и мы вот встречаемся вместе. Ну, я выступаю на этих соревнованиях как бы в легкой атлетике, метание ядра, прыжки в длину, также стрельбой, теннисом. Но для вас, я так понял, это больше праздник, да? Для меня, да, праздник. То есть увидеться со всеми спортсменами, когда целый год не видишься. По интернету общаться все равно не то. А вот когда видишься, уже общаешься, эмоций, конечно, очень много. А любители не протестуют и говорят, а, вот мы знаем, вы профессиональный спортсмен. Так я по стрельбе профессиональная спортсменка, а по остальным видам спорта равно со всеми, тоже так же. То есть азарт все-таки существует на этих соревнованиях тоже, да? Азарт существует, конечно. И цель какая-то победить? Конечно. Цель победить у каждого спортсмена есть. Ну вот расскажите, как на городских районах соревнованиях, вот в этих спартакиадах, кроме стрельбы, что вас больше увлекает и какого результата вы там добиваетесь? Лично вы. А, лично я? Да. Но мне больше нравится толканье ядра. С одной стороны. Но тренер как бы не разрешает этим заниматься, потому что у нас статический вид спорта полевая стрельба, а это получается физически, не дай бог, там, руку вывихнешь или еще что-то. Восстановление, конечно, очень тяжелое будет. Ну так. Какой результат? Ну, первое место уже какой-то, третий год, наверное. На район? Да. А как далеко ядру толкаете? Четыре. Нет, помню. Ну, я даже даже не помню. Восемь метров. Восемь? Я не помню. Восемь метров. Я даже не запоминаю их. Ну вы как тренер, что можете сказать? Это достижение восемь метров? Я считаю, это, конечно, достижение, если она занимает первое место на областных соревнованиях, это уже достижение. Мы занимаемся в ЦСКА ОВС, но нас финансируют ШВСМ-5, то есть оплачивают нам аренду. Также у нас мы имеем оружие, благодаря ШВСМ-5, патроны, то есть все необходимое. Но у нас проблема такая, что у нас нет своего собственного тира. Раньше давно были слухи, что выделили землю, где сейчас рядом с чемпионатом мира по футболу строится стадион. Но как-то все так это сошло на нет. То есть мы вот ждем, 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 чтобы как бы построили нам тоже тир, чтобы мы занимались, было где заниматься. Также где было детишек тренировать. Но сейчас у нас всего в Самаре занимаются полевой стрельбой, который ездит на чемпионат России, человек около, наверное, 15-18. Вот. Более никак мы не можем. Из-за того, что тира нет? Да, из-за того, что у нас нет тира. Как бы все условия есть и желания у всех есть. Тоже к нам приходят спортсмены, можно позаниматься. Мы не можем их взять, потому что у нас нету, у самих нету помещений. Как бы арендуем два часа в день для тренировок. Это был Паралимпийский спорт на телеканале Самары ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15-18. Или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова